Как можно быть многодетной мамой, хорошей женой, прилежной хозяйкой и упорным работником, знает Оксана Прохорова. Ей удается буквально все – совмещать семью и работу, хобби и творчество. Она везде успевает и всегда в отличном настроении, судьбой своей довольна и считает материнство лучшим, что случалось с ней в жизни. Имея особенного ребенка, ты начинаешь полнее ощущать вкус жизни, начинаешь ценить те моменты, которые раньше казались естественными, не обращала внимания. В том числе и когда дети взросли, и другие. То есть у нас первый ребенок особенный. И благодаря тому, что она у нас такая, я теперь понимаю, что когда росли вторая и третья наши дочки, я более внимательна что ли была. Ой, она сказала, там букву шею научилась говорить, а теперь она ее выговаривает. Вот там она пошла и так ловко прыгает теперь. То есть вот как-то вот раньше, особенно за чужими детьми, когда она наблюдала, это казалось все очень естественно. Но ты понимаешь, как это важно, как это ценно для ребенка. Старшей дочери Оксаны, Соне, 10 лет. У нее эписиндром и ДЦП. Девочка учится в школе и мечтает поехать в столицу на вокальный конкурс. Родители во всем ее поддерживают. Как и младших, первоклассницу и умницу Варю и малышку Миру. Я желаю мамочка, чтобы ты была здоровая, красивая, никогда не болела. В семье Прохоровых каждый день, как 8 марта, дома одни девчонки. Все требуют внимания, заботы. Все любят подарки. Мама не исключение. Вот я буду ждать от них подарков, потому что они у нас растут очень внимательными, ласковыми. И Софья нам обязательно споет что-то, я думаю. Она у нас очень любит петь. И Варвара что-то нарисует, наверное, или уже, наверное, нарисовала что-то. Вот Мирочка всегда поддерживает сестер. То есть если одна танцует, она с ней танцует. Значит, та рисует, уже ей помогает. То есть как-то у нас так вот все вместе получается. Оксана очень мудрая женщина и очень спокойная. Свой личный рецепт счастья вывела уже давно. Все будет прекрасно, если все здоровы и проводят время вместе. Кто-то там говорит, вот ты все на себе тянешь. Но нет, конечно. То есть я понимаю, что как много там делает муж. То есть если я, например, занимаюсь, так скажем, долгосрочной стратегией развития наших детей, то есть мысль, да, как у них в будущем будет, какие им занятия нужны, то муж тактически какие-то выполняет задачи. То есть, например, если идти с грибами в лес, это с мужем. То есть на рыбалку она берет тоже с собой. То есть там что-то в огороде они делают вместе. Ну, давай бассейн летом. Это вот как бы они им помогают в этом плане. Оксана водит девочек на развивающие занятия, городские праздники. Вместе они участвуют в инклюзивных проектах. Считает, что чем разностороннее их интересы, тем ярче будет дальнейшая жизнь. И на своем примере показывает, какой должна быть мать и женщина. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.